Не заплатили за воду, можете лишиться субсидии. Задолженность населения на сегодняшний день перед филиалом Инфокс Водоканал составляет порядка 130 миллионов гривен, из которых более полутора миллионов накопили абоненты, получающие субсидии. Если долг не погасить, то придется платить по полной. С 1 мая изменились условия предоставления субсидий. Теперь, если у вас есть долг за какую-нибудь услугу, вы можете остаться без помощи со стороны государства. Даже если сумма по счетам незначительная, она должна быть погашена. Из-за того, что вы не оплатили за воду, у вас может быть отозвана субсидия на более для вас значимые услуги, как теплоснабжение, как газоснабжение, как энергоснабжение. И социальная защита отреагирует адекватно, потому что абоненты, которые два месяца не оплатили и стали должниками, идет автоматизированный запрос. Система долгов и начислений формирует реестр от должников, которые мы регулярно передаем для социальной защиты населения. Социальная защита принимает решение об отзыве субсидий. Чтобы ее вернуть, необходимо заплатить все долги. А тем временем начисления будут производиться согласно действующему тарифу. То есть платить придется все 100% и перерасчета не будет. Так что лучше до этого не доводить. На сегодняшний день у филиала «Инфоксводоканал» уже 2000 абонентов, получающих субсидию, чья задолженность за потребленную воду превышает два месяца. Уважаемые одесситы, призываю вас прежде всего своевременно оплачивать платежи до 20 числа. Все вопросы, которые, по вашему мнению, были несущественны, даже если это 10 гривен, 20, 30 гривен, подойдите, оплатите через банковское учреждение, либо через систему электронных терминалов, либо через интернет. Все эти платежи можно провести своевременно и не доводить до стрессовой ситуации. В целом, показатели по оплате в этом месяце оставляют желать лучшего. Так, за водоснабжение и водоотведение за прошлый месяц расплатились только 37% одесситов. Такого еще не было. У «Инфоксводоканала», если так пойдет и дальше, уже очень скоро не будет возможности расплачиваться с поставщиками электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов. Чтобы этого не допустить, ведется усиленная работа с должниками. Ежедневно несколько сотен должников отрабатываются кротом 5 дней в неделю. То есть, соответственно, можете представить результат за месяц. Не стоит забывать, что накапливанием долгов вы создаете проблемы не только «Инфоксводоканалу», но и себе лично. Ведь если растампонировка канализации будет возможна только после 100% оплаты долга, да еще и за выезды бригады придется заплатить 1650 гривен. Так что удовольствие это не из дешевых, поэтому лучшие счета оплачивать вовремя. Продолжение следует...